я бы хотел поздравить на это как запись в запись дома для истории уважаемые коллеги дорогие друзья за истекшее время у двух наших товарищей произошли приятные события у них состоялись дни рождения мы рады этим радостным событиям и по очереди по мере того как они рождались 22 числа дорогая анастасия анна владиславна анна владиславна ты рядом добрый да здесь да мы рады поздравить тебя мы желаем тебе всего доброго различных успехов успехов на житейском поприще в организационной деятельности в научной деятельности любви твоих близких чтобы тебе было тепло и приятно развиваться работать дальше поздравляю большое спасибо леонид антонович если кто-то хочет еще сказать одно-два слова то я буду рад да я хотел сказать как человек который очень часто общается с анны владиславной по кафедральным делам я хотел бы пожелать сил и энергии потому что реально она огромный пласт работы который вот я даже не представляю вот кто мог бы справиться с этим потому что за все вот время работы в разных организациях вот только вот анна владислава скажу поражает всеобъемлющий стих глава требовательность так что она спасибо вам спасибо большое сергей анатольевич надеюсь что работы станет все таки поменьше да да это было бы это было бы очень хорошо присоединяюсь к этому пожелание спасибо теперь я хотел бы перейти к второму виновнику торжества их михаил дмитриевич михаил дмитриевич мы поздравляем тебя с днем рождения желаем тебе всяческих благ успехов нас поприще науки жизнедеятельности обучение своих любимых и нелюбимых учеников или нелюбимых не имеется только любимые но в общем живи и радуй всех нас своими успехами и помогай нам всем двигаться вперед всего доброго тебе большое спасибо его опять же если кто хочет присоединиться то буду только рад все скромно промолчали в таком случае от торжественной части нашего заседания я думаю мы перейдем к деловой части сегодня два докладчика блинков юрий анатольевич и малых михаил дмитриевич начнет кто из вас двоих уважаемые со докладчики ну по нашему соглашению начну я блин к очень хорошо юрий анатольевич прошу а я вырублю свое видео хорошо но у меня не будет небольшое вступительное слово о важности тех случаев когда происходит наследование каких-то алгебраических свойств дифференциальных уравнений в разусные схемы ну так сложилось исторически что хотя я считаю что наша я считаю что наш мир конечен все дискретно каком-то смысле но получается так чтобы описывать достаточно таскать объекты с большим количеством степеней свободы частиц и так далее но вы должны использовать понятие бесконечности ну и сразу возникновение понятия бесконечности возникает понятие предела естественным образом и мы с помощью дифференциальных уравнений обыкновенных в частных производных пытаемся описывать какие-то математические модели какие-то свойства вот обратный же переход дискретной модели который мы как бы что-то как-то и можем посчитать он обычно связан с некоторыми трудностями поскольку нельзя формально перейти от непрерывных дискретной ну самый характерный пример это связано с тем что если мы имеем правило лебница для дифференцирования у нас она работает то есть можем по-разному записать в дискретном случае если мы будем считать производные то то сказать производная от ув дискретно не равно по правилу лебница если расписать производные от у на в плюс производная от у производная от в то есть это правило не работает и в силу эту возникает уже нарушение то есть мы не можем формально вот эти все правила применять ну и в результате получается что если само дифференциальное уравнение имеет множество записей но наиболее такой характерный пример это если взять уравнение на въезд окса а потом можно там способ разными способами в том числе можно чисто асимпатическими методами но не очень громоздкие там и вычисления построить например уравнение картовега дефриза получилось у нас фактически закон сохранения импульса на въезд окса содержит уравнение неразрывности значит это содержит закон сохранения массы мы записали виде одного уравнения поскольку мы там упрощали комбинировали подставляли то все эти законы они содержатся в этом уравнении картовега дефриза но одновременно мы когда все делали все вот эти преобразования мы поскольку упрощали изначальную задачу мы как правило находим что-то дополнительное ну и так сказать если для на въезд окса у нас там один способ запись консервативной форме который как раз и отвечать законам сохранения но плюс еще дополнительное средстве для не когда у нас не сжимаемый случай получается лаплас от давления плюс правая часть иначе просто не сформулируешь задачу каши для так сказать то есть это ура соотношение еще не зависит от времени там дополнительно все исследовать так вот получается так что когда картовега дефриза мы получили а там бесконечная цепочка этих законов сохранения мы там по-разному можем обнажать там и все время записывать в виде дивергенции то есть какой-то закон сохранения ясно что перенести непрерывный случай на дискретный никак не получится дискретный он более зажатый более жесткий вот как я говорил за правил лепнице как раз когда у нас не лиги присутствуют нелинейные члены в дифференциальном уравнении но надо как-то пытаться это все-таки как-то сделать и получить и поэтому вот эта вот запись формальная виде законов сохранения она позволяет нам так сказать перенести какие-то алгебраические свойства хотя бы часть из них в разную схему при этом иногда может случиться так что у нас и класс решений упадет я как бы всегда был сторонником того почему так тяжело исследовать дифференциальное уравнение в частных производных поскольку это огромный на самом деле огромное пространство решения они все разные вот ясно пытаться описать их какими-то численными схемами не получится поскольку они очень разнообразные сами по себе поэтому всегда как бы имело смысл из всего этого огромного класса решений выделить какой-то подкласс на котором вот мы говорим мы будем решать вот конкретно такой табор задач и вот здесь это разная схема хорошо работает поскольку она таскать какие-то свойства этого подкласса описывает и желательно всегда алгебраически поскольку их легко конструктивно можно проверить то есть это может быть вы я не знаю знакомы незнакомы это был таскать сейчас я чтобы процитировать открою сейчас секундочку вот была такая книжка метод дифференциальной связи один из авторов василь павлов шапиев я с ним хорошо знаком и дружен вот и там был какой подход вот давайте мы что-то на вяжем дифференциальном уравнение и с этим подклассом и будем исследовать ну классическая такая подвязка отметим у многих масштабов или так называемые автомодельные решения этот один из таких вот как бы способов вот часто бывает особенно вот связаны с обыкновенно дифференциальными уравнений там бывают называемые первые интегралы как это с точки зрения теоретической механики то есть когда выполнены какие-то интегральные соотношения на самих они как правило простые алгебраически хотя внутри там точное решение может быть это выражаться не через как их функции ну там гипергеметрические функции могут быть функции якобы они достаточно сложность по своей структуре поэтому всегда казалось очень интересно когда можно достаточно простыми соотношения описать очень сложное поведение функций и самое главное чтобы сам сам разностный метод сама сама схема решения вот этих вот дискретных соотношений разностных функций она как бы и тело гиперические все свойства сохраняла или возможно мы более стаскать наложили более сильно услуги мы вышли из всего класса которая искать мы под классом только работает но если подкласс как раз и дает набор как раз этих решений правильных для искомой задачи это огромный плюс для всего этого и это позволяет как бы конструктивно продвигаться я даже как бы проповедую здесь от каком-то смысле напоминает инженерный подход то есть я не могу как бы все порешать давайте мы возьмем какой-то кусочек и с ним будем как-то пытаться работать как-то делать а он все равно как-то в основном и описывает все возможные решения задачи вот но поскольку я такое введение я очень неформально сделать ко мне какие вопросы я сейчас прошу сразу их задать но нет вопросов тогда я малых передаю слово спасибо с удовольствием с вашего позволения я сразу перейду к своей части сейчас момент так давайте я попробую запустить так коллеги я надеюсь у вас видно хорошо если вдруг что не так пожалуйста говорите я не видно да я вижу все видно михаил дмитриевич все видно отлично спасибо вот я пришел скажем так условно эту тематику тематику связанную с дифференциальными 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 схемами дифференциальных уравнений и наследованием ауэбраических каких-то свойств несколько со стороны на конференции которая была в Питере наверное уже довольно давно это было по-моему году в тринадцатом я слушал доклад Блинкова и Герда а в те времена меня как раз интересовали вопросы разрешенности в конечном виде я с удивлением заметил что некоторые теоремы которые вот были известны в теории разрешенности в конечном виде замечательным образом и сюда вопросы о наследовании разностными схемами тех или иных алгебраических свойств переносят и я в общем пытался идти вот с этой стороны и ну чтобы разговор не был абстрактным я сразу начну с некого ну с описания той модели которую мы с вами будем обсуждать сегодня в отличие от коллег я решил начать с чего-нибудь попроще ну а что может быть проще чем динамическая система 1 которую вы сейчас видите на слайде не будем особо себя мучить будем считать что правая часть вообще полиномиальная хотя на самом деле это не так уж принципиально для многого из того о чем я сегодня буду говорить хоть такое где это будет действительно важно значит и так у нас есть дифференциальное уравнение правая часть полиномиальная переменных у нас м штук ну и иногда я буду использовать векторное обозначение поэтому писать просто и метод конечных разностей предполагает что или предлагает что мы заменим нашу систему дифференциальных уравнений на систему алгебраических уравнений 2 в которой связываются значения переменные x в момент времени t значение той же самой переменной в момент времени t плюс dt ну и еще естественно там туда входит шаг дельта t вот это новое значение переменной x в момент времени t плюс дельта t я в соответствии старой традиции наверное идущей еще от самарского буду обозначать как x со шляпкой и соответственно записывать уравнение в виде 2 ну здесь внизу на слайде для примера представлено нескольких схем например схема эйлера схема средней точки и так далее просто чтобы были понятные обозначения и снять всякие вопросы о том что же я имею ввиду x со шляпкой наверное первый вопрос который естественным образом возникает здесь а могут ли наследовать разностные схемы алгебраические интегралы исходной задачи вот этим вопросом я занимался скажем так это некоторое количество времени назад и сегодня она станет таким небольшим бэкграундом к этому докладу должен сказать следующее давным-давно в теории обыкновенных дифференциальных уравнений никак не ссылаясь не связываясь с разностными схемами фукс это был по моему 70-й год 19-го века поставил вопрос о том какие дифференциальные уравнения допускают решения в виде осторожения двух степенных рядов ну и вот чтобы исследовать этот вопрос была разработана некоторая техника и волшебным образом оказалось что эта техника в отличие от самого вопроса практически дословно переносится на исследование осуществуют ли разностные схемы которые сохраняют все алгебраические интегралы заданной системы и задодинамической системы к сожалению ответ получился довольно печальный если эта схема явная как например схема эйлера то они существуют в очень-очень экзотических случаях и то с некоторыми весьма существенными оговорками это как раз те самые хорошо интегрируемые случаи ну например в эллипических функциях в общем случае в абелевых функциях вот так что в этом смысле есть какой-то какие-то параллели между двумя теориями во-первых во-вторых у нас есть большая печаль если мы хотим решать систему сохранением точным всех алгебраических интегралов то нам придется либо использовать неявные схемы еще большой вопрос как их конструировать ну либо терпеть что наши интегралы разваливают увы и вот ну использовать неявные схемы идея конечно тоже достаточно мере грустная потому что они чрезвычайно затратные в плане вычислений и вот тут у меня возникла такая мысль а давайте подумаем а какие свойства еще должны еще могут наследовать разностные схемы для динамических систем и что происходит с их наследованием при этом я хотел ограничиться или взять в основу те свойства которые кажутся наиболее важными с точки зрения механика ну первое свойство которое здесь приходит на ум это т-симметрия о чем идет речь если я обращаю время то есть заменяю дельта т на минус дельта т у меня х и х шляпки должны просто меняться местами ну и как нетрудно заметить вот схема Эйлер она не обладает этим очевидным свойством соответственно все разумные схемы это как схемы средней точки или схемы трапеции они им обладают на самом деле решать задачи используя схемы которые не обладают этим свойством в общем не очень разумная идея потому что очевидно что вы решаете такой принцип который лежит в основе всего нашего представления о механизме второе свойство я назвал его обратимостью оно несколько более сложное давайте попробуем его сформулировать так значит у нас наша разностная схема по существу задает некоторое соответствие между значением х и значением х со шляпкой так вот мы будем говорить что разностная схема обратима если по заданному значению х я могу однозначно определить х со шляпкой и наоборот если я по заданному значению х со шляпкой могу определить х ну говоря на механическом языке это означает следующее по начальным данным я могу определить конечные данные однозначно по конечным данным я могу однозначно определить начальные данные в механике всегда говорят что это свойство есть потом обычно прибавляют что ну вообще то оно есть локально И там вообще есть всякие оговорки. А вот давайте подумаем. А может быть оно бывает и без всяких оговоров. Давайте попробуем понять, когда можно строить такие схемы. То есть схемы обратимые. И заметим следующее. В случае дифференциальных уравнений зависимость от х может быть довольно сложной. Я имею в виду зависимость общего решения от начальных данных. А в случае, который мы с вами обсуждаем, в случае разности схемы зависимости является чисто алгебраической. Поэтому наше определение фактически означает следующее. Что х со шляпкой должно быть рациональной функцией от х. А х должно быть, в очередь, рациональной функцией от х со шляпкой. Ну, нетрудно заметить, что вот схема Эйлера, она не является обратимой в смысле этого определения, если f не является линейной. У меня х со шляпкой действительно является рациональной функцией от х, а вот обратная неверна. У меня получается алгебраическое уравнение для относительно х. И, естественно, у него несколько корней, вообще говоря, среди f нелинейная функция. И, ну, ничего не поделок. Увы, схема Эйлера не является обратимой. Нетрудно заметить, что с геометрической точки зрения свойство обративности означает, что между х и х со шляпкой, как в точках проективного пространства, разностная схема задает биррациональное преобразование, которое называется преобразованием тримонов. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. То, что... Биррациональное преобразование плоскости себя, это целый огромный мир, выяснилось, на самом деле, не так уж давно. И сделал это Кремона, ради чего, собственно говоря, и называют эти преобразованиями Кремона. Дело в том, что в одномерном случае, как нетрудно доказать, всякое преобразование биррационально является дробно-линейным. И, по большому счету, человечество довольно долго, вплоть до 60-х годов 1906 века, полагало, что для плоскости верно, ну, что-то примерно в том же духе. Тоже какие-то проективные преобразования, и только они. И, собственно, Кремона первым заметил, что их гораздо больше, и что это целый вот такой вот огромный мир, который до того даже никто и не пытался особо исследовать. Кремоне принадлежит целый ряд замечательных теорем, описывающих свойства подобного рода преобразований, но надо заметить, что много потом пытались получить какие-то новые результаты и, ну, хотя бы провести какую-то классификацию под групп, но, в общем, насколько я понимаю, даже для плоскости задача выглядит до сих пор нерешенной и, в общем, довольно сложной. Короче говоря, я хочу подчеркнуть, что, говоря, что такое преобразование – это преобразование Кремона, я сразу оказываюсь в области довольно большой. У меня много таких преобразований. И это, конечно, очень приятно. Ну, заодно мы можем с вами сказать, каков смысл т-симметрии. Он в конце слайда здесь написан. Для того, чтобы найти обратное преобразование, нужно просто заменить дельта-с на минус дельта-с, что-то удобно. Что касается обратимости в механике, то вопрос здесь, на самом деле, довольно-таки тонкий. Особенно, если вы перестаете рассматривать задачу локально, как это частенько делается, а пытаетесь рассмотреть ее глобально. Вот, давайте рассмотрим, вслед за пенлеве, вот такую вот задачу Каши с номером 3. И главное, что у нас будет фиксирован отрезок, на котором мы ее рассматриваем, от Т0 до Т0 плюс дельта-с. Вот теоремы Каши и прочие утверждения, они ведь локальные. И они постоянно нам предлагают вот этот дельта-с замечательным образом менять, так, чтобы сходили соответствующие ряды. Ну, а если у вас дельта-с фиксировано, и менять вы его не можете, то у вас не остается ничего другого, как применять принцип аналитического продолжения. Ну, и, соответственно, вы делаете так. Применяете теорему Каши, получаете некий ряд по степеням Т минус Т0. Он сходится на каком-то отрезке. Если он не сходится на всем интересующем нас фигменте, вы применяете процесс аналитического продолжения и потихоньку идете по отрезку от Т0 до Т0 плюс дельта-Т. И единственная проблема, которая у вас может случиться, это особая точка. Если эта особая точка является точкой ветвления, то у вас случилась катастрофа. Вы не можете однозначно дойти до конца вашего отрезка. Если вы обходите особую точку, слева у вас будет одно значение по комплектной плоскости, справа, ну, другое значение. Соответственно, вот эта вот задача 3 в момент времени Т0 плюс дельта-Т в конечный момент дает вам однозначно определенные начальными данными значения, только в том случае, если по дороге вы не встречаете точек ветвления. Ну, а если сказать совсем попросту, то можно сказать следующее. Нам нужно, чтобы по дороге у нас встречались только полюса и ничего, кроме полюсов. Вот это свойство называют свойство пенлеве, и оно естественным образом связано с вот этим вот свойством обратимости. Тут, конечно, можно задаться... Мы не будем сейчас в это свойство глубоко прыгать, давайте просто вспомним об этой связи, свойстве пенлеве и обратимости. Мне сейчас это как раз и интересно. Итак, динамическая система называется обратимой. Динамическая система обладает свойством пенлеве тогда и только тогда, когда его решение не имеет подвижных точек ветвления. Ну, известна масса классических моделей, которые обладают свойством пенлеве, и есть еще целый ряд моделей, в которых мы точно знаем, обладают они свойством пенлеве или нет. Ну, например, можно вспомнить задачу о гироскопе знаменитой, как известно, есть классические три случая, когда свойство пенлеве есть, а в общем случае этого свойства у решения нет. Теперь давайте поговорим про интересующую нас проразностные схемы. Начнем мы с одномерного случая. Здесь, конечно, ошибка. Надо было написать M равняется и денег, а не N равняется и денег, раз уж я решил так обозначать. Итак, пусть у нас имеется одна переменная. Как нетрудно заметить, это реально написано, наверное, в любой книжке по аналитических стердисференциальных уравнений. Уравнение Рикати и только уравнение Рикати обладает свойством пенлеве среди уравнений первого порядка с рациональной правой части. Более того, нетрудно заметить, что его общее решение задает преобразование дробнолинейное на проективный прямой. Если я знаю начальное значение, значит дробнолинейное преобразование дает неконечное значение. И нетрудно построить раздостную схему для этого уравнения, которая будет обладать свойством обратимости. Ну, как видите, я здесь просто х квадрат заменил на произведение х со шляпкой, а х я заменил вот на это, чтобы у меня была симметрия. Ну, тут уравнение первого порядка, как относительно х, так и относительно х со шляпкой, поэтому оно дает рациональное соответствие в обе стороны. Так, не хочет так листать. Можно доказать и обратное. А именно, в одномерном случае, среди уравнений первого порядка с рациональной, ну, наверное, полиномиальной, в данном случае, так листами ограничить, рассмотрение правой частью, обратимые раздостные схемы можно составить только для уравнения рекой. И все это связано с тем, что мы хорошо знаем, как устроены верациональные преобразования на проективные прямой. Это только преобразования дробно-линейные, ну, и как бы появление здесь уравнения рекой совершенно не удивительно, ничего другого и не получится. Так, а вот теперь давайте перейдем к случаю, когда у нас несколько переменных. И здесь появляется вещь, которая меня глубоко озадачила. Аналогия, полная аналогия с тем, что было в разностном случае и дифференциальном случае одномерном, здесь полностью теряется. Если у меня есть какая-нибудь динамическая система с квадратичной правой частью, тем самым приемом, которым я только что разобрался с уравнением рекой, я могу разобраться с этой системой и построить обратимую разностную схему для любой динамической системы с квадратичной правой частью. Для этого я просто-напросто буду заменять в правой части х-житое на треннее значение между со шляпкой и без шляпкой значениями. Произведение я буду заменять вот на такую конструкцию. Ну, а квадратик, как мы только что с вами делали уравнение рекати, на х-житое, х-житое со шляпкой. В результате у меня получается система линейных относительно х и отдельно относительно х со шляпкой. Уравнение, естественно, она дает нам биррациональное соответствие у Дашьи и Девакторов в первый порядок. А с другой стороны, мы точно знаем, что динамическая система с квадратичной правой частью обладает свойством педалибе в очень-очень редких случаях. Ну, собственно говоря, этот вопрос тщательно исследовался еще Ковалевской, потому что уравнение движения гироскопа – это как раз динамические системы с квадратичной правой частью. И мы знаем, что есть ровно три специальных случая, найденных Ковалевской, когда у нас имеется свойство тендлеве. Во всех остальных свойствах свойство тендлеве не имеет. И на самом деле, во всех остальных случаях мы и не знаем, в каких-то рецидентных функциях это все интегрируется, потому что, по большому счету, несмотря на все попытки, как их исследовать, это до сих пор не сделано. Итак, получается, что разностная задача в некотором смысле существенно проще, чем дифференциальная. Давайте за это уцепимся и посмотрим, что же там происходит в тех примерах, про которые мы, ну, хоть что-нибудь знаем. Для начала я возьму P-осциллятор. Ну, это вот такая несложная динамическая система N7, у которой есть вот такой замечательный интеграл 8, и которая интегрируется в эллиптических P-функциях Штаса в следующем образом. Значит, с точки зрения классики здесь, в общем-то, все просто. С одной стороны, значит, у нас есть система из двух равнений всего-навсего. Поскольку есть интеграл, то все рассудится к квадратуре. Квадратура берется в эллиптических функциях, и вроде бы все просто, но с другой стороны, всякий знает, как только вы начинаете иметь дело с каким-нибудь маятником или каким-нибудь осциллятором, например, вот с этим, ну, например, в курсе механики, тут же возникает масса проблем просто с тем, что с эллиптическими функциями работают, ну, далеко не так просто, как с функциями обычными тригонометричными. Так, теперь, да, свойства П-предлегяна, конечно, обладают, интегрируются в эллиптических функциях, а они у нас по дороге имеют только плюса. Да, тут есть еще, да, ну, давайте я сначала скажу, что у нас здесь получается. Значит, естественно, нашим приемом, ну, просто буквально заменив этот квадрат на х со шляпкой, я получаю разностную схему, обладающую свойством обративности, которая задает преобразование хремоны между плоскостью х и плоскостью х со шляпкой и у со шляпкой. И вот теперь довольно любопытный вопрос о том, что же происходит с нашим интегралом. А наш алгебраический интеграл этими соотношениями не сохраняется. Причем вот тут изначально есть некая сложность, на которую механики стараются не обращать внимания. Я бы сказал так. Дело в том, что, найдя вот этот вот закон сохранения, механики всегда вспоминают о том, что это просто-напросто закон сохранения энергии и говорят, будем считать, что энергия зафиксирована. И дальше они уже работают на этом интегральном многообразии. Если вы обсуждаете вопрос о соответствии между начальными и конечными данными, то вы его в механике обсуждаете на этом интегральном многообразии. И да, эллиптические функции задают биррациональное соответствие на эллиптической кривой 8. Здесь все прекрасно. Но при этом не надо забывать, что вот эта константа C1, она залезла сюда очень глубоко. Но от нее здесь много чего зависит, в том числе и период, и зависимость от C1 никак не рассматривали. А вот у нас соответствие именно биррациональное на плоскости. Но за это мы разрушили закон сохранения. То есть, грубо говоря, мы перешли от биррациональных преобразований на интегральном многообразии к биррациональным преобразованием на всей плоскости. За это мы разрушили сами интегралы движения. Но я бы не сказал, что ситуация стала сильно хуже. А может быть, даже она стала лучше. Ну, давайте теперь посмотрим, а что у нас происходит со свойством Педлеве. Ну, функции, они свойством Педлеве обладают. Тут все в порядке. А давайте посмотрим, что у нас будет здесь происходить. На этом решенке я взял конкретные параметры. Ну, а равно 1 и 2. Взял конкретные начальные условия. И как вы видите, если считать по моей разностной схеме, то получается так. Мы доходим до полюса. Переходим через полюс. Уходим на какие-то очень большие значения. Перелезаем через него. Идем дальше. Доходим до следующего полюса. Опять перелезаем через него. Идем дальше. Таким образом, моя схема вполне выживает. Вполне может перешагивать через особые точки. Ну, и как видно в численных экспериментах, ошибка, в общем, не накапливает каким-то катастрофическим образом при подходе к полюсу. Так что, в этом смысле, я и считаю, что свойство Педлеве сохранилось. Наша схема правильно описывает поведением особых точек. Так. Следующее интересное свойство. Наверное, самое интересное свойство любых систем типа МАЭТИК, осциллятора и прочее – это периодичность. Ну, ни один физик не будет обсуждать с вами ваш осциллятор, если у вас не получается периодичность. Наверное, это самое важное свойство. Мне, по крайней мере, так скажут. В данном случае мы можем воспринимать ситуацию так. Приближенное решение – это некоторая последовательность точек на плоскости. Ну, вот, если мы будем придерживаться векторных обозначениях, то это x0, x1 и так далее. Мы можем представить себе это как точки на проективной плоскости, которую мы с вами можем назвать как и цирки. Переход от одной точки в другой делается при помощи преобразования кремона c. Ну, и мы вполне можем назвать эту последовательность периодической, если при некотором n у нас получается та же точка, которая была изначально. То есть, если xn будет равно x0. Также мы можем сказать, что x0 – это неподвижная точка для n-ой степени преобразования кремона. Ну, я этот слайд специально написал, чтобы подчеркнуть следующее обстоятельство. Неподвижные точки преобразования кремона далеко не очень хорошо исследованные объекты. И я, например, не знаю ни одной системы компьютерной алгебры, в которой бы нам сразу предлагали готовую функцию для того, чтобы выяснить, как устроено множество неподвижных точек за одного преобразования кремона. Поэтому пришлось это сделать своими силами, и по дороге возникли некоторые частности технические проблемы, ну, отчасти решенные. Говорю отчасти, потому что я не знаю подходящих теорем о том, как устроено эти многообразия при больших n, а что-либо сосчитать при больших n, у меня, естественно, не получилось. Сложность задачи тут, естественно, растет вместе с ростом n. Ну, давайте посмотрим, а что вообще здесь получилось вот в этом вот примере. Ну, а прежде давайте формулируем нашу задачу. Значит, пусть нам задано положительное число n, пусть нам задано начальное значение x0, будем считать его рациональным, чтобы не создавать себе проблем. А мы хотим посчитать такой шаг дельта t, чтобы получалось последовательность с периодом n. То есть на входе n x0, на выходе дельта t. Ну, естественно, задача достаточно просто решается в теории, то есть нам нужно просто-напросто считать n-ную степень нашего преобразования, и написать уравнение, что n-ная степень от x0 равняется просто x0. Мы получим m алгебраических уравнений, если у нас m неизвестных. Ну, в наших примерах будет, в нашем примере, что отелектора m будет равно 2. Вот. И, соответственно, получается, что у нас m уравнение относительно одной неизвестной дельта t. Ну, я, естественно, ожидал, что у этой системы, как правило, решений не будет. Многовато уравнений для одной неизвестной. Однако оказалось, что мои опасения напрасны, и они у нас замечательно существуют. По крайней мере, во всех примерах, на которые я посмотрел. Ну, я посмотрел, естественно, на самые простые и предсказуемые. Это p-осциллятор, осциллятор якоби, который задается уравнением 11, и который интегрирует в алгебраических функциях якоби. Ну, вот, собственно, давайте об этих примерах и поговорим. Значит, соответственно, я n буду менять где-то от 2 до 10. Ну, дальше было немножко трудно вычислять. Там, так сказать, в степени многочленов растут их больно сильно. Но вот до 10 мы все-таки дойдем. Итак, что же у нас получается? Значит, если мы берем p-осциллятор, берем те самые начальные данные, которые только что были во всех картинках, то оказывается, что подходящие дельта t я могу найти во всех случаях, кроме, ну, вот, нескольких трех в самом начале. Дальше они есть, и больше того, их много. То есть, таких шагов для семерки, для восьмерки я могу указать уже достаточно много. Так. Абсолютно аналогично для осциллятора якобиа. Ну, вот, при таких начальных условиях, это стандартные начальные условия, чтобы получить именно функции якобиа. Тоже получается, что дельта t тут есть даже при всех значениях n, кроме n равного 2. Меня, естественно, озадачило, откуда берется второй корень, и что он значит, но смысл его оказался очень простой. Вот, посмотрим на n равное 5. Это буквально следующая картинка. Оказывается, что у меня есть два решения. Значит, одно из них представляет собой пятиугольник. Ну, собственно, я его и ожидал увидеть. Да, тут интеграл точный был бы p квадрат плюс q квадрат. Он у нас точно не сохраняется. Это хорошо видно вот здесь. И, соответственно, приближенное решение. Мы просто пробегаем пятиугольник, и вот вернулись обратно. А вот второе значение дельта t дает вот такую вот интаграмму. Тут лучше видно, что не выполняет закон сохранения. Ну, здесь, здесь, и тем более здесь. p квадрат плюс q квадрат больше не равно единицы. Но, тем не менее, периодическое решение у нас есть. Вот оно такое странное. И это же повторяется дальше во всех остальных случаях. Вот забавный случай n равно 6. Здесь мы видим решение в виде шестиугольника. А еще мы видим то самое решение, которое получалось при n равном 3. Просто мы его пробегаем два раза. Ну, понятно, что такое должно было быть. А вот, например, что получается в случае семиугольника. Ну, помимо, так сказать, семиугольника, у нас еще получается вот такая звезда и вот такая вот звезда. Так. Дальше. Естественно, попробовать понять, а что же происходит с периодом, рассчитанным уже относительно времени, ну, скажем, для осциллятора и кода. Ну, я сделал простую вещь. Если я получаю периодическую последовательность с периодом n, и умноживая tn на дельта t, у меня получится то время, за которое я возвращаюсь обратно. Ну, это, собственно говоря, и есть период приближенного решения, выраженный в относительно переменной t. Ну, составив соответствующие величины вот в этой табличке, я могу видеть, что постепенно, пусть и довольно медленно, а с ростом n я иду к точному периоду эллиптической функции якобы. Ну, не скажу, что сходимость быстрая, но она, по крайней мере, есть. Так что в этом плане ничего удивительного не происходит. Результаты этих численных экспериментов, лучше, наверное, сказать комплективных экспериментов, потому что часть вещей делалась аналитически, значительная часть, я его подытожил следующим опытом. Ну, для любого достаточно большого n и любых начальных условий мы можем подобрать конечное число положительных значений для шага дельта t, при которых получается периодическое решение, причем с периодом n. Если связать с n минимальный период и перейти к пределу n в 3 месяцев бесконечных цветов, произведение n на дельта t будет давать период точного решения. Ну, то есть, грубо говоря, вот это вот условие минимальности периода это требование того, что мы должны получать n-угольник, а не какие-то звезды. Появление звезд за меня было совершенно неожиданностью, я, честно говоря, не знаю, как это использовать, но они есть. Ну, вообще говоря, это означает, что если я возьму n достаточно большим, то я могу аппроксимировать приближенное точное решение достаточно неплохо уже, и при этом у меня будет получаться периодическое решение, и это будет очень-очень приятно для механиков, потому что они будут видеть, что у них точно периодическое решение, никаких проблем здесь не возникает. Неожиданность состоит в том, что выбор шага дельта t зависит от начальных данных. Ну, и, собственно говоря, вот это наблюдение подтолкнуло меня к тому, чтобы попытаться исследовать вопрос не относительно фиксированных начальных данных, а, что называется, на плоскости при фиксированном дельта t. Давайте действительно посмотрим на нашу ситуацию. У нас есть преобразование к ремонту, ведь фиксировали дельта t, значит, пофиксировали это самое преобразование к ремонту. Давайте вообще попробуем понять, как там на этой плоскости расположены периодические решения. Ну, и, соответственно, я решил дать такое определение. На фазовой плоскости множество, образованное всеми начальными данными, которые дают нам периодические решения с периодом n, мы будем называть эквипериодическим множеством n-ного порядка. Это множество, как нетрудно доказать, является алгебраическим, и еще одно приятное свойство этого множества – это его инвариантность относительно нашего преобразования к ремонту. То есть наше преобразование к ремонту переводит эквипериодическое множество само себя. Ну, что, впрочем, вполне себе неудивительно. Давайте попробуем понять, что же мы знаем про эти множества. Ну, сначала давайте формулируем проблему из вычислений. Значит, пусть нам задано целое число n, естественно, натуральное, и шаг дельта t, естественно, положительный, и даже будем считать, наверное, рациональный. Мы хотим составить уравнение эквипериодического множества n-ного порядка. На самом деле я рассматривал эту задачу в двух вариантах. Когда шаг дельта t задан, и когда он не задан, а дельта t рассматривается как символная переменная. На самом деле я сказал, что задача вторая, не слишком большое усложнение предыдущей задачи. Ну, естественно, двумерный случай решать было куда приятнее, чем трехмерный, поэтому я здесь привожу пример с P-осциллятором. Значит, при n равном 2 и 3 у меня множество пустое, при n равном 4 получается вот такое вот странное уравнение, которое не зависит от начальных данных. И шаг у нас получается тоже не зависит от начальных данных. А содержательные вещи начинают с P-осциллятором равного 5, но вот при n равном 5 получается вот такое вот уравнение. Тут стоит посмотреть на то, что это вот тут у нас есть степень x в кубе, то есть это уже достаточно большая степень. Если приглядеться, это у нас получилась эллиптическая кривая. Ну, как бы, в общем-то, это и на самом деле не очень удивительно. Я дальше исследовал вопрос о том, как растут степени этих периодических множеств с ростом n, но оказалось, что растут они вот таким вот радикальным образом. Ну, и вот при 10, при n равном 10 я получил уже степень 12. Не возьмусь утверждать, что получаются каждый раз эллиптические кривые. Этот вопрос я не смог исследовать. Он оказался сложноватым. На этой картинке вы можете увидеть сами эти периодические множества. Ну, тут 5, 6, 7 и 8 нарисованы. И на самом деле здесь же еще нарисованы решения моей задачи, получающиеся, если взять квадратик от минус 1 до 1 на минус 1 до 1 и заполнить его достаточно плотно точечками разного цвета и из каждой точечки выпустить решение. Ну, вот эти решения, они здесь нарисованы. Видно, что приближенное решение, они некоторым образом повторяют наши экипериодические множества. Ну, собственно говоря, этот вопрос меня и заинтересовал. Так, вот это для случая шага дельта t равного 1, вот шаг дельта t равняется 1, 2. Шаги, естественно, огромные для численных методов, поэтому картинки меняются достаточно сильно и радикально, но тем не менее. Кстати, обратите внимание, вот у нас тут точка пересечения этих экипериодических множеств. Это, на самом деле, некая особенность моего преобразования к ремонту. Ну, иначе бы они не пересекались. Так. Ну, дальше я сделал, так сказать, несложное усилие. Я взял вполне фиксированный шаг, который мы только что получили, 0.47, когда наша, значит, начальная задача имеет решение стереотом 10, вот, и чуть-чуть изменил начальные данные. Ну, вот буквально вот тут написал 3 нуля, а потом и денег. Ты посмотрел, что у меня получилось. Значит, решение периодическое. Оно вот, раз, два, три, четыре, пять точки есть, и есть еще несколько, они сюда не поместились, они очень далеко, иначе просто не видно. А вот если мы рисуем вот это вот, возмущенное значение, это синяя кривая, и вот мы постепенно с них сползаем. И постепенно начинаем заполнять некоторую кривую. Она по виду очень похожа на F10, но я даже не знаю, алгебраическая кривая или это, или нет. Я не смог понять, как подобраться к доказательству этого утверждения. На вид кажется, что алгебраическая, я как раз вот сейчас размышляю, как это можно попытаться доказать. Таким образом, если мы сравним дифференциальную модель и разностную модель, мы можем заметить следующее. Значит, для дифференциальной модели у нас решение периодическое. А для модели разностной мы имеем, при фиксированном шаге, мы имеем только последовательность эквипериодических множеств. В дифференциальной модели у нас имеется алгебраический интеграл, ну а если сказать по-другому, линейный пучок инвариантных кривых. В случае, значит, разностной модели у нас имеется семейство этих самых эквипериодических множеств, которые являются инвариантными множествами, но они не образуют какого-либо пучка, линейного или нелинейного, не суть важна. Просто потому что, как мы только что выяснили, их степени растут с ростом n. Ну и, наконец, в дифференциальном случае модели задают преобразование биррациональное на интегральном многообразии, а здесь, в случае разностной модели, у нас получается преобразование к ремонту. Как я уже говорил, наверное, не одной, а просто основной целью моих усилий было и есть построение дискретных моделей, которые бы обладали наиболее важными свойствами механических систем, унаследовались. Ну, среди таких свойств, очевидно, есть и сохранение алгоритических интегралов, сохранение тассиметрии, обратимости и периодичности. Вот сейчас мы с вами видим, что все эти свойства вместе сохранить невозможно. Про невозможность сохранения обратимости, ну или, я так сказать, по-другому вообще, возможности в состоянии явной схемы, то есть обратимости хотя бы в одну сторону, и сохранение этих алгоритических интегралов пару лет назад мы написали статью. Увы. А теперь мы с вами, даже, наверное, вот лучше здесь я пока оставлюсь, видим, что, а может быть, это не так и плохо. Вот зато, не сохранив интеграл, мы смогли вылезти с этого самого интегрального многообразия и работать с преобразованиями к ремонту, а не с биорациональными преобразованиями. И, в общем-то, ну, на самом деле, это не так и плохо, просто по-другому. Больше того, здесь возникает, ну, такое естественное историческое замечание. Когда-то, много-много лет назад, когда только-только появились работы к ремонту, казалось, что вся теория биорациональных преобразований кривых будет упущена теорией преобразования к ремонту. Но, в скорости выяснилось, что не всякое биорациональное преобразование кривой в себя можно продолжить до преобразования к ремонту. И вот Клейм в своих лекциях по истории математики радостно развенчивал ошибку Эрмита, который полагал, что вся теория биорациональных преобразований на кривых сведется к преобразованиям к ремонту. А вот теперь мы можем поглядеть на эту проблему в нескольких основной точке зрения. Так все-таки в некотором смысле Эрмит был прав. Некоторым образом мы можем перейти от герациональных преобразований к нам на кривых к преобразованиям к ремонту. Для этого всего-навсего надо перейти от дифференциальной модели к разностным. Очень странный вывод, но, тем не менее, так у нас получается. Ну и в завершении своего рассказа, вот у меня уже конец мелькнул, я хочу заметить следующее. Я начинал свое исследование с попыток сохранить все алгебраические интегралы. Мне казалось, что это наиболее естественное и наиболее простое, что можно сохранить. Ну, разностные схемы это алгебраические уравнения, сам Бог велел им сохранять алгебраические интегралы. А вот поглядевши на ту ситуацию, которую я описал сейчас, я все больше склоняюсь к мысли, что разностные уравнения могут обладать такими свойствами, которых нет в исходной системе. И вот свойства обратимости, разумные с механической точки зрения, это вот как раз то самое, чего надо навязывать к разностной схеме вместо интегралов. А интегралы сами собой могут найтись, ну, например, как вот эти вот периодические кривые. Таким образом, центральный вопрос, который, мне кажется, достоин обсуждения, звучит так. Мы хотим просто наследовать те свойства, которые есть в исходной динамической модели, или мы просто хотим, чтобы наша конечная разностная аппроксимация обладала большим бучком, может быть, даже новых относительно исходной динамической системы алгебраических свойств. Мне кажется, что самое важное, чтобы этих свойств было много, чтобы она им была очень богата. Вот такие вот мысли. Спасибо за внимание. Это, собственно говоря, конец. Если кому что-то стало интересным, дополнительные материалы всегда можно найти на моем странице. Спасибо большое. А где адрес этого сайта? А вот в самом конце моего слайда. Вот. NeoCities.org Угу. Хорошо. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Спасибо, Юрий Анатольевич. Мне действительно было интересно. Я не могу сейчас задавать вопросов, потому что лучше бы переварить, чем сразу бросаться, разгребать передними лапами чего-то там, а задними отбрасывать из-под себя, размышлять. Но, может быть, у кого-то есть, возникли вопросы. О, Дмитрий Валентинович, да? Хорошо. Да, я поднял руку. У меня, наверное, вопрос довольно простой. Михаил Дмитриевич, а если мы вот хотим, например, построить схему какого-нибудь четвертого порядка аппроксимации, вот, мы можем, чтобы учесть, можно такую схему построить, учитывая вот это свойство обратимости, которое вы говорили? Хороший вопрос. Я обязательно собираюсь это сделать, но пока не сделал. Мысль очень простая. Надо взять схему четвертого порядка и немножко ее обработать напильником, заменяв квадратики вот на те выражения, которые я писал. и при этом не развалить порядок аппроксимации. Я не скажу, что я это сделал. То есть, в принципе, скорее всего, возможно, надо только почесать репу, так сказать. Ну, да, да. Ну, и знать, в каком месте чесать репу, то есть, выписать эти комбинации и посмотреть, которые из них рассудят. Если позволить, я скажу еще такую вещь. Меня сейчас куда в большей степени заимнимает вопрос, а что делать, если, скажем, третий порядок правой части. Ну, есть огромное количество классических задач с кубиком там, и мне кажется, что для них такое свойство обратимых, такие обратимые схемы тоже должны писаться. Ну, вот пока не придумал как. Да, это был бы хороший пример, там, лямбда фит четвертый, Син Гордон и прочее. Вот. Да, понятно, понятно, спасибо. Может быть, из того же цикла интересный момент. Я довольно долго гадал над тем, как, скажем, задачи многих тел написать схему произвольного порядка точности и сохраняющую все интегралы, в том числе, не квадратичные. Оказалось, что сделать это довольно просто. Вот мы сейчас пытаемся соответствующую статью опубликовать. Всего-навсего надо было сделать некую замену переменных, после которой все стало чрезвычайно просто. Называется квадратизация энергии. Кстати, вроде бы этот метод для другой задачи придумали в 2017 году китайские товарищи, на что мне любезно было указано Юй-Ид. Вот. Может быть, еще вопросы? Малышев просил, а потом перестал просить. Вот, просит. Да, конечно, задавайте вопросы. Коверие, слушаем вас. Михаил Дмитриевич, у меня такой вопрос. Если я правильно услышал, в исходной дифференциальной задаче свойства обратимости нету. В разностной же она должна присутствовать. А нас всегда учили, что при малых шагах сетки решение разностной задачи стремится к решению дифференциальной. А что происходит со свойством обратимости при стремлении шага сетки к нулю? Оно должно разрушиться или оно должно перейти в какое-то другое качество? Ведь в дифференциальной задаче его нету. вопрос интересный, как в таких случаях говорится. Есть в нем два момента. Во-первых, есть ли свойства обратимости или нет в исходной дифференциальной задаче? Это в значительной мере вопрос о том, как вы понимаете свойства обратимости для исходной задачи. Локально оно безусловно есть. Мы говорим про глобальные свойства, а когда начинаешь говорить про глобальные свойства решения дифференциальной задачи, я всегда несколько напрягаюсь. В случаях, тех примерах, которые мы с вами посмотрели, это все-таки решение в мироморфных функциях, и в некотором смысле обратимость там тоже есть. Но обратимость понятая на языке взаимно однозначного соответствия на интегральном многообразии. А вот что будет в общем случае, когда это не интегрируется в мироморфных функциях, я, честно говоря, просто не знаю. Это первое. Второе. Что будет в пределе при дельта-т стремящемся к нулю? Я думаю, ну так мне по крайней мере кажется, что неким волшебным образом наше преобразование к ремоне должно превращаться в биррациональное преобразование некоторых кривых интегральных на нашей плоскости. Ну так просто деваться мне сюда. Но судя по всему, стремление это будет неравномерным и благодаря этому при маленьких дельта-т вот этот линейный пучок интегральных кривых в некотором смысле расщепляется на кривые разных порядков. Я тоже не понимаю, как это происходит, я просто высказываю гипотезы, как описать то, что я вижу. Вы, конечно, прави мне сказать, что ну вы же не посмотрели дельта-т реально маленький, а что у вас будет, если n равно 100? Я честно скажу, что сотую степень преобразования к ремону посчитать у меня не получилось, и если не будет придуман какой-нибудь фокус, как это обойти, то сотую степень мы никогда и не сосчитаем. Я верю, что для практики это и не нужно, потому что в действительности если вы находите масштаб по времени знаете, что у вас есть, должно получиться примерно периодическое решение примерно с периодом равным единице, возьмите дельта-т равный одной десятой и вам этого за глаза хватит, чтобы удовлетворить всем физическим хотелкам. Вот такой развернутый ответ. Извините за много слов. Мне, чтобы в ответ что-то сказать, надо подумать. Большое спасибо за подробный ответ. Спасибо. Я надеюсь видеозапись будет доступна и можно будет еще раз послушать. Да, конечно, все будет доступно. Спасибо. У меня, если позволите, глупый вопрос, я совершенно не разбираюсь в данной тематике, и поэтому хочу спросить, в чем преимущество данной схемы над геометрическими интеграторами. Ну, вопросы, начинающиеся с словом, что это глупый вопрос, они, как известно, всегда самые трудные. И этот вопрос действительно, мне кажется, действительно очень трудным. Тем более, что по моим скромным представлениям, слово геометрический интегратор часто используется, скажем так, разными людьми используется в несколько разном смысле. Поэтому я позволю себя сначала ответить на тот вопрос, на который я хотя бы ответил. Если мы сравним то, что предлагается с теоретическими интеграторами, использующим схемы Рунги-Кута произвольного порядка, то мы можем сказать следующее. Теоретические схемы Рунги-Куты сохраняют точно квадратичные интегралы все. Поскольку в данном случае вот этих всяких осцилляторов все интегралы как вы могли заметить квадратичные симпатические интеграторы будут сохранять точно все эти интегралы. То есть грубо говоря вы будете оставаться на многообразии. Я не знаю исследовал ли кто-нибудь наследуют ли решения найденные ну скажем по схеме средней точки свойства периодичности или нет. мы с UIN честно пытались это сделать и к сожалению после написательства соответствующей системы нелинейных уравнений которая там получается пришли в ужас потому что все это приводит к решению уравнения по-моему пятой степени и в общем ничего аналитически сделать с этим у нас не получилось. Я не говорю что это невозможно я говорю что у нас не вышло. Поэтому мы здесь приходим к главному недостатку всех симпликтических схем Рунгеркута эти схемы являются неявными а наша схема является явной в том смысле что для перехода одного на другой нужно решать систему линейных уравнений в этом смысле наши схемы гораздо более эффективны для вычисления решения как собственно говоря все явные схемы вот говорить что-нибудь о более общем случае ну я не знаю там каких-нибудь схемах которые развивает Брудьяна я право воздержусь если позволите спасибо я и не надеялся получить ответ это ядовитая усмешка или удовлетворение остальные не хотят задавать вопросы остальные все понятно да от начала и до конца в таком случае поблагодарим обоих докладчиков поблагодарим всех слушателей в особенности поблагодарим Дмитрия Сергеевича организатора и вдохновителя всех наших побед и того кто ведет и сайт семинаров и следит за всем как они должны протекать происходить ну и еще раз поздравляем наших именинников Анну Владиславовну и Михаила Дмитриевича у меня все до свидания спасибо за вгибание спасибо всем спасибо до свидания до свидания что его обсудить